Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. DoggyCoin только что отскочил от основного уровня, который в прошлом был сопротивлением. Однако я думаю, что он еще вернется к нему, чтобы протестировать его на предмет поддержки. От результатов этого теста и будет зависеть дальнейшее движение этого актива. Но сегодня я хочу поговорить не об этом, а о том, что стало причиной его отскока. Я думаю, что сегодняшние большие новости для DoggyCoin подтверждают то, о чем мы говорили в этом видео про спутники. Илон Маск у себя в Твиттере опубликовал следующую интересную информацию. SpaceX запустит спутник Doggy1 на Луну в следующем году. Миссия полностью финансируется за DoggyCoin. Это будет первая криптовалюта в космосе и это будет первый мем в космосе. На официальном сайте Geometric Energy Corporation, компании, которая занимается инновациями и технологиями, мы находим еще один пост, который с этим связан. Мы с радостью объявляем о запуске миссии Doggy1. Первой в истории коммерческой лунной полезной нагрузки, оплаченной DoggyCoin. Это все будет запущено на ракете SpaceX. Главный исполнительный директор Geometric Energy, Сэмюэл Рид, сказал, оплатив сделку такого масштаба DoggyCoin'ами, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили DoggyCoin в качестве расчетной денежной единицы лунного бизнеса в космическом секторе. Вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Том Очинера также добавил, Эта миссия продемонстрирует применение криптовалюты за пределами околоземной орбиты и заложит основу для межпланетной торговли. Мы рады запустить Doggy1 на Луну. Для межпланетной торговли. Вау. Как по мне это что-то просто из ряда вон выходящее. Действительно, благодаря этому событию, DoggyCoin зарекомендовал себя как быстрая, надежная, криптографически безопасная цифровая валюта, которая работает там, где традиционные банки не могут. Кроме этого, она достаточно сложна, чтобы финансировать коммерческую миссию на Луну. SpaceX и Geometric Energy Corporation выбрали DoggyCoin в качестве расчетной единицы между собой, и этим создают прецедент для будущих миссий на Луну и Марс. Я могу относиться к DoggyCoin как угодно, и ты знаешь мое отношение к этой криптовалюте, но даже меня это восхищает. И на самом деле, буквально несколько дней назад я говорил тебе, что DoggyCoin так или иначе будет связан со спутниками, о чем нам намекал Илон Маск, когда публиковал ссылку на этот плейлист. А теперь мы читаем официальное заявление от SpaceX и Geometric Energy, что DoggyCoin заложит основу для межпланетной торговли. Это реально звучит безумно, но так же безумно выглядела бы возможность общаться с людьми на расстоянии в режиме реального времени всего 300 лет назад. Илон Маск сам говорил, что человечество так или иначе станет межпланетным видом, и теперь его компания SpaceX говорит о том, что DoggyCoin это основа для межпланетной торговли. Стоит ли инвестировать в DoggyCoin? Вопрос, на который каждый должен найти ответ самостоятельно, но лично я не буду. Для меня это выглядит очень-очень опасно, но так же и очень интересно. И конечно же, пока человечество станет межпланетным, пройдет очень много времени, ведь, к сожалению, люди слишком приземлены своими разборками, назовем это так. Кстати говоря, Илон Маск намекал на это событие в прошлом не один раз. Например, 24 февраля 2021. Он вообще писал о том, что отправит DoggyCoin на Луну, в буквальном смысле. 1 апреля 2021 он написал, что SpaceX собирается буквально отправить DoggyCoin буквально на Луну. Все подумали, что это первоапрельская шутка, но я уверен, Илон Маск сделал это специально, потому что он знал, что ему не поверят. Кстати говоря, 1 апреля DoggyCoin стоил всего 0,05 доллара. С тех пор он вырос в 100 раз. Всего лишь нужно было поверить в первоапрельскую якобы шутку, которая сегодня становится реальностью. Я считаю, что то, что SpaceX и Geometry Energy выбрали DoggyCoin, это уже большое событие для криптовалюты-мема. Давай посмотрим, какими компаниями владеет Илон Маск. Кроме Tesla и SpaceX, он владеет Boring Company, SolarCity и OpenAI. Если он реально продвигает что-то в Твиттере, на который подписано больше 50 миллионов человек, в публичных интервью и даже уже на национальном телевидении, неужели он позволит этому провалиться? Просто представь себе, какой это будет репутационный удар. И я уверен, репутация зачастую куда важнее денег. Именно поэтому на моем канале реклама была всего лишь дважды. Если DoggyCoin соскамится, репутация Илона Маска никогда больше не восстановится, она будет полностью растоптана. А как же насчет Марка Кубана, который тоже поддерживает DoggyCoin и говорит, что он станет законным платежным средством. Кроме этого, его спортивный клуб принимает DoggyCoin в качестве оплаты. Его репутация тоже может очень сильно пострадать, если DoggyCoin провалится. Давай будем честным. Илон Маск один из богатейших людей на этой земле. Со всеми своими компаниями и влиянием он может оказывать давление на будущее любого актива. В данном случае DoggyCoin, который он продвигает. Он уже интегрирует DoggyCoin в свои космические программы, а значит может сделать то же самое с другими компаниями, например SolarCity или же OpenAI. Между прочим, искусственный интеллект это тоже та сфера, которая растет очень быстро и занимает важное место в инновациях. Все это настолько фантастически звучит, что кажется сумасшествием, но это кажется безумием только для нас. Для людей же из новой эпохи то, что нам кажется фантастикой сегодня, завтра будет всего лишь серой обыденностью. И самое интересное, когда мы посмотрим, чем занимаются все эти компании Илона Маска, то мы заметим, что Илон Маск по факту является частью каждой инновационной технологии, в том числе, кстати, зеленой энергетики. У меня было видео на эту тему, называется «Секретный план Илона Маска насчет биткоина». Тесла уже принимает биткоины и, судя по всему, она вполне может начать принимать и DoggyCoin. Кроме этого, я подметил, что Илон Маск не оседлал волну хайпа вокруг DoggyCoin. Нет. Он говорил о нем еще очень-очень давно, в 2019 году, когда никто другой даже не заикался о DoggyCoin. Просто посмотри на этот график DoggyCoin и посмотри, что с ним было тогда, когда Илон Маск впервые о нем начал говорить. А был он тогда на самом дне. Не было никакого взлета и роста даже после того, как Илон Маск начал о нем говорить. Это было потому, что никто не обратил внимания, а Илон Маск делал это не для хайпа. Он делает то, что делает с DoggyCoin, не обращая внимания на то, волнует это людей или нет. После всего вышесказанного, даже мне захотелось купить DoggyCoin, но это противоречит моим правилам инвестиций, поэтому никак. Но наблюдать за этим очень-очень интересно. Хотя может быть, может быть, хотя бы тысячу долларов сюда засандалить. Напиши в комментариях, нужно ли это сделать. Хочешь ли ты, чтобы я купил DoggyCoin на тысячу долларов и потом мы посмотрели бы на то, что с ними произойдет. Мое мнение известно, я считаю это очень рискованной инвестицией, опасной и хайповой. И вообще, я сам, разбирая различные проекты, лучше инвестирую в то, что представляет из себя какой-нибудь продукт, который что-то в этом мире меняет. Биткоин – это цифровое золото, средства сбережения, способ защиты от инфляции. Эфириум – это смарт-контракты и DeFi. Они меняют бизнес. Ну а что же DoggyCoin? Что такое DoggyCoin? DoggyCoin – это хасл. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. Увидимся завтра в новом видео. До скорого. А, так это же хасл. Да, это хасл. Это был отец Doggy. DoggyCoin – это хасл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok